Здарова, геймеры! 24 мая состоялась большая презентация компании Sony PlayStation Showcase 2023, после которой Фил Спенсер решил закрыть игровое подразделение Microsoft, потому что это была победа. Все билибои запомнят этот день как тотальное унижение их любимой платформы. Хотя сами Xbox этого никогда не примут, они вон в твиттере мемасами кидаются и троллить пытаются. Многие игроки не питали каких-то особых надежд на это шоу, они ожидали показ уже анонсированных ранее проектов или слив неслитых эксклюзивов четвертой бойки на ПК и по Призрак Цусимы. Но нет, чуваки из Sony вышли, зарядили мощное шоу без лишних и нудных разговоров, как это любит Фил, и на протяжении часа бомбили как из пушки трейлером за трейлером, в перерывах между ними называя своих главных конкурентов лохами. Не, блин, я когда это один раз увидел, все, развидеть уже не получалось. В этом видеоролике я предлагаю посмотреть и обсудить все показанные на этой презентации проекты и ответить на главный вопрос, стоит ли уже сейчас бежать в магазин и покупать пятую PlayStation. Ну а перед тем, как мы начнем, напоминаю, что у меня есть ламповый игровой телеграм-канал, где для тебя выходит еще больше интересного и полезного контента по тематике видеоигр. Сливы новиночек, промокодики, бесплатные раздачи игры и даже файлы установки. Игр, которые только-только собираются выйти. Например, мои подписчики уже вовсю играют в мобильный варзончик. В общем, ссылку на телеграм я оставил в описании, после просмотра этого видео залетай. Открыла Sony презентацию не так интересно, как могли ожидать многие. Нас встретила сессионная PvP-VE игра, Fair Game. Судя по трейлеру, нас ждет ограбление защищенных хранилищ в компании товарищей. Это что-то типа Payday. Основная цель – ограбить банк и сорвать куш, отбиваясь в этот момент от копов и другой команды. Вообще, стоит сказать, что на этой презентации было какое-то немыслимое количество сессионных игр, и очень многих игроков это расстроило. Сессионки буквально вытеснили синглплеерные проекты, но лично я в этом ничего плохого не вижу. Следом нам показали Helldivers 2, и этот анонс для многих был неожиданностью. Sony решила возродить легендарную серию игр Helldrivers, и сделать она это собирается по всей видимости с размахом. Серия переехала из изометрии на вид от третьего лица. Суть игры проста. Четыре морпеха высаживаются на планету, которую заселяют жуки, и выполняя задания штаба, отбиваются от бесконечных волн противников. В свое время в оригинальную Helldivers я наиграл сотни часов, поэтому эту игру я совершенно точно буду брать. К тому же выходит она одновременно на PS5 и на ПК. Да, кстати, очень многие, буквально 70% игр с этой презентацией мультиплатформенные, так что ПК бояре не плачьте. Человека-паука вы конечно не поиграете, но есть и другие игры, хоть и пускай новый спайдик уделает их по всем фронтам. Далее стартовал трейлер Immortals of Avel, новая игра от Electronic Arts. Ранее ее уже показывали на других презентациях и, к сожалению, она так и не прибавила в весе, каждый трейлер только подтверждает опасения игроков. Отсутствие идентичности проекта, визуальная отдача от выстрелов будто нет, да и графика не выглядит на заявленные требования. Но делать какие-то выводы пока что рано. 20 июля проект выходит, тогда и посмотрим. А вот Forstrunner 2 выглядит прям сочно. Судя по увеличившемуся масштабу и открытой местности, вторая часть будет куда круче оригинала. Трейлеры засветили транспортное средство главного героя, это мотоцикл, который везет его по стенам небоскреба, прямиком в постапокалиптический мир. Выглядит все это потрясающе. Это уже вторая игра за 15 минут презентации, которую я хочу взять первым делом. Первую часть я прошел дважды, и на Sony, и в Epic, и остался доволен. Это потрясающий платформер, который я настоятельно рекомендую вам попробовать, если вы до сих пор в него не играли. Следующий проект настоящая темная лошадка, которую не предсказал ни один слив до презентации. Phantom Blade Zero. Это китайская игра от китайцев, для всех любителей китайских игр про китайцев, в жанре Souls-like, в котором есть все. Быстрый ураганный игровой процесс, мрачные локации, большие боссы, довольно интересная боевка, кровь, мясо. В общем, если подобные игры любите, думаю, надо брать. Неизвестно, правда, когда проект будет готов, плюс нам не показали реальный геймплей. Немного вызывают лично у меня сомнения все эти заранее прорендеренные футажики. Но первое впечатление от трейлера больше хорошее, чем наоборот. Игра, кстати, будет эксклюзивом Sony PlayStation 5. Далее нам показали еще один эксклюзив от Sony, и наверное одну из самых медитативных игр этой презентации, Sword of the Sea. Это новая игра от художника Джорни и Абзу, что, собственно, она буквально в каждом кадре видна. Я бы эту игру вообще назвал Джорни 2 и не парился. Игроков будет ждать увлекательное медитативное путешествие по огромному миру, где, скорее всего, будут задействованы все особенности геймпада DualSense. К этому располагает и смена локаций, и их вид, и некоторые засвеченные в трейлере спецэффекты. Вслед за Sword of the Sea нам показали The Taos Principe 2. Это прямое продолжение очень крутой головоломки от Crow Team. И выходит она уже в этом году. В целом, первая часть была очень добротным и красивым квестом, поэтому вторая часть, я на 100% уверен, будет ничуть не хуже. Всем поклонникам жанра, я думаю, стоит обратить на нее внимание. Далее нам показали небольшой инди-проект под названием Нева. Это рисованная игра от создателей Грис. И это, наверное, единственная игра на презентации, где просто, ну, ничего не понятно. Что там будет, про кого и для кого это будет. Собственно, разработчики держат марку. С их прошлыми проектами была ровно та же самая ситуация. Чего не скажешь про следующую игру. Это Cat Quest Pirates of the Puribbin. Продолжение милейшей серии GRPG для самых маленьких геймеров. Ладно, это Роффова 30-летнего фрифайерщика, который прошел на свече две прошлые части. Ему они понравились. Игра следует своей успешной формуле. Котики, интересный сеттинг, исследование мира и еще больше котиков. Только теперь игрокам позволят ходить на шкуне под пиратским флагом и сражаться с другими пиратами. Выглядит прикольно. А далее еще одна сессионка. Наверное, это самая потешная игра этой презентации. Нет, серьезно. Я смех сдержать не мог, когда на это смотрел. Sony, зачем? Square Enix, для чего? Я понимаю, у Nintendo есть Splatoon и вы им завидуете, но камон, вы не сделаете игру круче, чем Splatoon. Boom Stars от Square Enix. Это игра, которая, скриньте, чуваки, она умрет уже через неделю. Никогда такого не было и вот опять. В попытках заработать денег, разработчики просто решили украсть уникальную идею Splatoon от Nintendo. Но только лишь заменить краски оттуда на пену и по итогу выглядит это просто нелепо. Я не знаю, кто в это будет играть и зачем они будут в это играть. Думаю, уже через месяц после релиза мы про эту игру успешно забудем. Хотя, может я и борщу сейчас, и кому-то такое действительно нравится. А вот следующую игру лично я на этой презентации очень сильно ждал и хотел увидеть. Уж очень она меня сильно влюбила в себя, когда увидел ее впервые. Это The Plucky Square. Главная особенность этого проекта это, так скажем, переход между реальностями. Из нарисованной книжки герой может стать объемным и сойти на стол, где лежит эта книжка. Как по мне, это очень интересная механика. В разных реальностях нас будут ждать разные противники и разные препятствия. Выходит проект уже в этом году и это еще одна игра, которая мне была продана на этой презентации. Далее нам показали Tier Dawn. Это порт игры с ПК, о которой уверен вы все знаете. Игра с очень проработанной и чертовски залипательной физикой окружения и разрушения этого окружения. Если не пробовали эту игрушку, то ждать ее на пятую пойку не обязательно, она есть на ПК. Можете прямо сейчас ее брать и играть. Ну а теперь, что называется тяжелая артиллерия. Наверное, это главный анонс этой выставки, о котором ходило множество слухов уже несколько лет. Фанаты просто, наверное, пищали от восторга, ведь им наконец-то анонсировали ремейк третьей части Metal Gear Solid. Пока что никаких деталей нет, однако интересно название. Из него исчезла тройка, а вместо нее Канами пририсовали символ Дельты. Возможно, ремейк изменит больше, чем игроки могли бы ожидать. В принципе, это в духе Гения Кодзимы. Я совсем не буду удивлен, если сюжет перелопатит как только можно. Ну и на затравочку всем фанатам этой осенью выходит еще и Metal Gear Solid Collection Volume 1. Это сборник классических игр от Хидео Кодзимы. Однако не ясно, в каком виде Канами представят эти проекты. В виде ремастеров или же со слегка подтянутым разрешением. Лично я буду надеяться, что это все-таки ремастеры. Выходят они уже этой осенью. И кстати, если вы по какой-то причине не знакомы с играми серии Metal Gear, если вы не знаете за сюжет, то давайте так. Если вам лень играть и проходить, или хочется лучше ознакомиться с лором, вспомнить сюжет может быть, давайте я в своем телеграм канале поделюсь с вами электронной версией эксклюзивного Омнибуса по вселенной Metal Gear. Это большая, очень стильная графическая новелла, которая собственно будет для вас идеальным способом познакомиться с этой игрой и ее главными персонажами, узнать их историю. Интересно будет, я уверен, как новичкам, так и старичкам, кто уже знаком с серией. В общем, если вам это интересно, welcome to telegram канал, ссылочка на него есть в описании и в закрепленном комментарии. Ну а мы идем дальше. Сразу после игры от Кодзимы нам показали Towers of Agaspa. Это выживач в красочном мире, который судя по всему пытается стать новой Зельдой. Это первое, что мне пришло в голову, когда я это увидел, но до конца из трейлера не очень понятно, что от игры стоит ждать. Дизайн красочный, притягивает взгляд, но судя по показанным возможностям, игроков ждет типичное выживание в открытом мире с добычей ресурсов. И планером, как у Линка. Сначала мы хотели себе на платформу Сплатун, теперь мы хотим сюда Зельд. Красавчики, так держать, Сони. Следом нам показали еще один эксклюзив. Наверное, одну из главных игр этого года для Сони, которая выходит уже в июне, а конкретно это Final Fantasy 16 от Square Enix. Акцентировать внимание на этой игре сейчас не буду, просто если вам было мало трейлеров по Финалке 16, то вот вам еще один, японцы о вас позаботились. После Финалки показали Джона Уика, ой, то есть Алана Вейка второго. По сюжету Безумный Писака наконец-то создает историю о собственном спасении внутри кошмара. Главными персонажами, помимо самого автора ужасов, станут полицейские, которые расследуют убийство в городке Брайт Фолз. И я уверен, именно Алан Вейк будет той самой игрой, от которой у многих сгорит жопа. Потому что играть мы будем не за кого-то, а за темнокожую женщину-полицейскую. Да-да, вы понимаете о чем я. Чекайте, большой скандал в Твиттере и отмену разрабов. Ну а если все эти нюансы опустить, то мне то, что я увидел, безумно понравилось. Выглядит геймплей прям вау, на 10 из 10. Эффекты крутые, монстры классные, атмосфера в игре есть. Короче, очень жду вторую часть. Еще одна проданная игра Евгену от Сони. Ну и чтоб не тянуть кота за яйца, четвертая проданная мне игра это новый Ассасин. Assassin's Creed Mirage, который выйдет уже 12 октября. То, что я увидел в трейлере, лично меня обрадовало. Видно, что разработчики добавили больше контекстных анимаций с окружением. Боевая система стала более плавной и быстрой. Все это большой шаг по сравнению с той же самой Вальхавой. А учитывая, что Mirage выросла из дополнения к предыдущей части Assassin's Creed, то хочется верить, что она станет лучше предшественницы. И серия наконец-то вернется к своим же истокам. Лично я безумно люблю историю Этцелла и очень рад, что Mirage похожа по стилистике именно на эти серии. Выходит новый Ассасин на пятую плойку, ПК и Иксбокс. Где-то сейчас с облегчением вздохнул один Фил Спенсер. Далее нам показали еще одну индюшатину, Рейвенд Хилл. Это игра от создателей Найтс Ин Зе Вудс, где мы будем играть за кота по кличке Твикс. Каким конкретно будет игровой процесс, пока что неизвестно. Да и если честно, особо мне оно и не надо. Я в подобное играю крайне редко. Далее нам показали еще одну Джи РПГ, которую я безумно хочу попробовать, это Грамбл Фэнтези Рейлинг, релиз которой ожидается уже этой зимой. Если кратко, это возвращение некогда очень популярной в Японии серии игр. Последняя ее часть выходила аж 9 лет назад. Я в них играл, мне серия нравится. И когда я увидел вчера этот трейлер, боже, мне даже 16 финалка уже разонравилась. О чем вы там говорите, какая еще финалка, дайте мне это. Далее еще один трейлер Стритфайтер 6, который выходит уже 2 июня. Но на этот раз трейлер был сюжетный. Лично я игру купил уже в стиме, еще пару месяцев назад. Игрушку жду, так как серию Стритфайтер очень сильно люблю. Посмотрим, что там будет на релизе. Может быть выпущу даже полноценный ее обзорчик. Следующая игра в очередной раз для меня была абсолютно непонятной. Это Ультрас. Релиз ее намечен на 2024 год. И как я понял, это научно-фантастическое приключение. В духе все той же Грис. Постельные цвета, необычные рисунки, буйство красок. Я не знаю, я в подобное играю крайне редко и не всегда до конца, поэтому ничего сказать про эту игру не могу. Она вот просто была на этой презентации, кому-то возможно понравилась. А вот Драгонс Догма 2 это еще одна пушка-бомба от Сони. Точнее сказать от Капка, но показали ее у Сони. Наконец-то японцы показали то, что от них ждали фанаты серии так долго. Настоящий игровой процесс Драгонс Догма 2. Не отрендеренные футажики, как это ранее было, а чистый геймплей, который будет нас ждать на выходе. Если кратко, Драгонс Догма это Скайрим 6, до официального анонса Скайрим 6 естественно. В новой части появилась физика окружения, новые монстры и классы, а больше мне собственно ничего и не надо, все продано. Разве что дата выхода еще не помешала бы. Ставлю на то, что игра выйдет где-нибудь в конце 2024 года, в лучшем случае. Надеюсь так оно и будет. И да, я знаю, что там была еще где-то Tower of Fantasy, но чуваки, давайте представим, что этой игры просто здесь не было никогда. После Драгонс Догма был небольшой блок про игры для Sony VR 2 и я не буду сейчас делать на этом акцент, потому что камон, кому вообще интересны игры на VR 2? Есть тут такие? Просто давайте пробежимся по показанному. Это Resident Evil 4 с VR модом, зомби тир Аризона Саншайн 2, новая часть Crossfire и шутер Synapse, а также уже доступный для обновления пак уровней для битсейдера. После блока про VR показали Марафон. Это новая игра от студии Банжи. Точнее даже не новая, а возвращение старой. Марафон, для тех кто не знает, была самой первой игрой студии, которая выходила еще на компьютерах Apple Mac в середине 90-х. И просто представьте, спустя почти 30 лет проект переквалифицировали. И не во что-то, а в сессионку. Это будет PvP-шутер наподобие Escape from Tarkov. Игра заявлена как мультиплатформенная, с поддержкой кроссплея и кросспрогресса. Подобный жанр я люблю и с радостью в него поиграю. Выйдет она на PS5, ПК и Xbox. Следом показали еще один проект от Банжи, это дополнение к Destiny 2. По реакции фанатов вроде все тут отлично. Очередная реинкарнация Кейда 6 людям зашла. По сюжету он будет помогать стражам в борьбе со тьмой. Выйдет дополнение уже в этом августе. После Destiny была Concorde. Это еще одна игра-сервис, ориентированная на PvP-сражение. Из трейлера пока что мало что ясно, но выглядит занимательно. Лично для меня это наверное самая ожидаемая сессионка на этой презентации. Ну и наконец последняя игра на Sony Showcase 2023, ради которой все мы сегодня здесь и собрались. Конечно это Spider-Man 2, который выходит уже этой осенью. Именно эта игра мне продала не только себя, но и целую пятую плойку. Все благодаря 10-минутному геймплею, который я просто не знаю. Это чуваки нужно видеть своими глазами. Черт возьми, как же это круто. Настоящий оргазм для глаз. Это прям новый уровень, кто бы там что не говорил, как бы не ворчали на воду там неправильно сделанную графику старую. Нет, это было круто. И я буду говорить и повторять, что это круто. Питер Паркер обзавелся каноничным черным костюмом силами симбиота. Да, тут будет не только Веном, которого показали еще в первом тизер-трейлере, но и симбиот. И геймплей за него прям пушка. Маус Моралес стал вторым играбельным персонажем, переключение на которого происходит по нажатию одной кнопки. Это что-то типа переключения персонажей в GTA V. Но там, когда ты между ними переключаешься, были загрузки. А тут никаких загрузок нет. Игра буквально бесшовная. Именно благодаря, казалось бы, такой мелочи, на первый взгляд, ты понимаешь, насколько плойка это мощное устройство. Никаких загрузок между сценами. Окружающий мир стал намного красивее, больше, намного детализирования. Я не понимаю, как тут можно в принципе говорить о том, что это пастген. А мы точно с вами на одну и ту же игру смотрим. Тут деталей, наверное, в сотни раз больше, чем в первой части улицы, намного живее. И многие, кстати, этот момент не заметили, но в начале, где Крейвен берет портативный ПК, нам показывают новую карту мира. Отныне действие будет проходить не только на Манхэттене, Нью-Йорк расширили, он обзавелся новым районом. Помимо всего прочего, боевая система станет разнообразнее за счет способностей героев. Черный костюм выпускает симбиотические щупальца, а Майус Моралис развивает электрические навыки. Также у пауков появятся новые небоевые способности, но пока нам показали только одну из них. Это натягивающийся между несколькими стенами трос из паутины, по которому можно ходить над головами врагов. В целом, игра выглядит потрясающе. Я получил неподдельный от нее кайф и безумно жду ее выхода. Именно Спайдермен 2 это та игра, которая продала мне пятую плойку. Единственное, нам в очередной раз не сказали точную дату выхода. Игра все еще ожидается ближайшей осенью. Я очень надеюсь, что никаких переносов тут не случится. Будем ждать и следить. Ну и собственно на этом все. Вот такая вот интересная презентация от Sony состоялась. Мы посмотрели на все игры этой презентации и лично я остался ей доволен. Огромную кучу проектов я теперь жду, а где-то все еще плачет один Фил Спенсер. Потому что Евген, как и многие другие, кто смотрел это шоу, забыли про Xbox и начали откладывать деньги на покупку пятой плойки. Жми лайк, если хотя бы одна игра из этого видео тебе понравилась. Пиши в комментариях ее название. И делись своими впечатлениями, как тебе в принципе это презентация, что понравилось, а что нет. Может быть ты ждал какие-то определенные игры, а их тебе не показали. Мне будет очень интересно прочесть твое мнение. Ну а с тобой был отец Евген, подписывайся на канал если до сих пор не подписан. И нажимай колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ссылка на телегу в описании и в закрепленном комментарии. Залетай туда тоже, там еще больше контента по играм. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.